Всем привет! Меня зовут Ява Чехова. Я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня у нас будет интересный выпуск. Вы давно его просили. Это пять моих любимых ароматов, те ароматы, которые я ношу. Но на самом деле поводом для этого выпуска, или я бы сказала, что вдохновением для этого выпуска, стал новогодний подарок, который мне сделал, я даже вот не знаю, друг нашего канала, вообще абсолютно незнакомый мне человек, Роман. Я прям вот вам показываю. Мне привезли мой аромат, я его сейчас буду распаковывать. И вот на фоне этого мне захотелось рассказать о том, какие вообще я люблю ароматы, какие ношу, что мне нравится, что мне в них нравится и почему они мне нравятся. В общем, сегодня мы будем говорить об этом. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, и мы начинаем обзор. Итак, про мой аромат. Я буду распаковывать его, кстати, при вас. Я его только забрала, вот приехала, забрала после праздников. Итак, аромат Dior Paule. Я его обожаю вообще. Как бы для меня, как для человека, работающего в парфюмерии, очень сложно назвать свои любимые ароматы, потому что я постоянно сталкиваюсь с чем-то новым, пробую, мне это нравится. Но вот этот аромат, он запал мне в душу. Это точно первое место однозначно из всех пытья, о которых я буду рассказывать. Итак, упаковка. Я уже делала обзор на Вильгельма, поэтому я как бы так не буду слишком распространяться. Но здесь сверху с названием коробка, здесь еще внутри у него прекрасные, очень яркие, видите, все из рук вываливается, желтые коробки. Мне не нравятся, вот они как отдельное произведение искусства. На самом деле выглядят. Я снимаю следу. Вы всегда говорите, ну вот, была следа, а где она? Вот она. Я ее снимаю и, собственно, показываю вам коробку. Вот так она выглядит. И вот здесь внутри располагается аромат. Прекрасный. Я его очень люблю. Сделал его Жером Эпинет. На самом деле парфюмер, который сделал знаменитый бал де Африку от Байредо, мне кажется, что это вообще самый известный, ну, помимо так, Black Saffron. И он сделал еще Palp тоже для них. И вот этот аромат вообще сделан для жены, которую зовут Полли. И как раз Ян Вильгельм Альгрен, просто у него такое, знаете, имя сложное, вот он как раз говорит про этот аромат, что это чай на двоих, то есть вот якобы это аромат свежезаваренного чая, который сделан только для нее, так как она любит и так далее. Но все, знаете, если так почитать отзывы, говорят о том, что Полли, такая задорная в этом плане девочка, потому что, видимо, она где-то там курила, пахнет немного табаком. Табак нигде не заявлен. Чай чувствуется однозначно. Черный чай, но для меня это какой-то оттенок табака, я не могу его передать, это потрясающий аромат сексуальный, он очень стойкий. Каждый раз, когда я его ношу, я получаю огромное количество комплиментов, спрашивают люди, что это за аромат, что это такое. Он, ну, шлейф, знаете, я не люблю огромный шлейф у ароматов, это где-то чуть дальше вытянутой руке, однозначно, если ветер на улице, если какая-то такая погода ветреная, понятно, что это будет два метра и дальше. Стойкость потрясающая. На волосах он может держаться сутками, там, если не моете голову. На одежде тоже, опять же, если верхняя одежда очень долго держится, стойкость у него великолепная. Мне он нравится за свою какую-то игривость, за то, что он такой сексуальный, притягательный, и вот по мне он пахнет чаем и немного табаком, вот табачными листьями, где кто-то как будто бы курил. Вот не сигареты, а что-то другое. И вот ничего неприятного в нем абсолютно нет. Первое место, мой любимый аромат. Еще раз благодарю Романа за прекрасный подарок, буду пользоваться, вспоминать вас. Вообще вся наша команда была вдохновлена этим подарком, и это так здорово, это очень приятно. И, ну, прям вот, все мои слова благодарности вам. И мы переходим к следующим ароматам, тоже буду рассказывать. Возможно, вы найдете для себя здесь что-то интересное. Итак, следующий, мой любимый аромат, я бы его поставила на второе место, это Eccentric 4. Что хотите мне говорите. Я пробовала второй, ну, собственно, я пробовала все, естественно, и мы делали обзоры на молекулы, но четверка это мой фаворит, я прям ношу его с огромным удовольствием, причем во все сезоны, зимой, летом, весной, осенью он прекрасен, вот только бы соответствовало настроению. Вот я вот нанесла его на блоттер, и он вот тут вот просто разнесся. Вообще четвертая молекула, четвертая Eccentric, они сделаны на основе Иванола. В 97-м году, 1997-м, в концерне Живодан, вообще в химике компании Живодан, вот они просто умеют это делать, где-то что-то находили. Они обнаружили невероятно пахнущий, прекрасный вообще, как им показалось, сандаловый аддорант, который обладает стойкостью, диффузностью невероятной. Геоза Шойн говорит о том, что чем мне нравится Иванол, тем, что он, что у него практически психоделическая свежесть. В нем действительно что-то такое есть, то есть он похож и на грейпфрут, знаете, вот розовая кожура грейпфрута, очень такая, с горечью немножко, какой-то металлический у него есть привкус, у него есть привкус какого-то конфитюра из розы, либо просто розовых лепестков растертых, вот не свежие розы, именно вот какие-то розы, которые уже вот полежали, возможно, по ним походили, знаете, не знаю, как объяснить. В эссентрик добавлю норрис, и это тоже добавляет определенной свежести. Для меня он пахнет очень-очень свежо, он невероятно стойкий, но Иванол очень похож на Иссо и Супер по своим свойствам, то есть он может приходить, уходить, вы можете то чувствовать, то не чувствовать, поэтому вот, что с первой молекулой, что с четвертой, что бывает со второй, очень большая масса, я уже вообще, кажется, мне каждый раз говорю про нашу частичную анасмию, про то, что мы чаще всего не чувствуем вещества с большой массой, вот пограничной, и здесь как раз вот такая история, то есть вы можете вот четвертую молекулу терять периодически на себе, эссентрик, естественно, он добавленный, в него определенные вещества, которые позволяют ей не теряться, я вот ни разу его, знаете, не потеряла на себе, однозначно, то есть если молекулы теряются, то эссентрик я, например, прекрасно слышу все время, и я помню, что я зашла в какой-то магазин или что-то в этом роде, и вот я подхожу рассчитываться, и прям вот сидит на меня, смотрит девушка и говорит, что это, что на вас, вообще я не могу оторваться, я тоже это хочу себе, вот прям я была удивлена, во-первых, такой, знаете, реакции очень быстрый на аромат, это действительно так, вообще в любой сезон, под любое, мне кажется, настроение, под любой какой-то вот образ, все, что хочется, то есть я не могу сказать, что они элегантные, да, вот под какой-то такой, может быть, прям супер вечерний образ, вот выход на красную дорожку, но для всего остального аромат прекрасен, он можно носить куда угодно, он, ну вот, мой такой личный топ. Следующий аромат, знаете, я на самом деле, я бы сказала, что я сама была удивлена, тому, что он мне так быстро полюбился, аромат называется Material от Amouage, он выпущен был в 2021 году, то есть это новинка. Они к нам пришли две новинки, Amouage выпустил два аромата, как всегда, как вернее чаще всего у них бывает, это женский Material и мужской Boundless, и мне понравились, кстати, оба, я бы с удовольствием настинила мужской, ничего не вижу в этом предосудительного, но женский, и я в него влюбилась, я помню, что я вот нанесла его на верхнюю одежду, по-моему, вот это было что-то, что-то вроде пуховика, где-то вот так, и думаю, ну интересно посмотреть, мне сказали, что действительно очень ощущается, вот кажется, что он сидит близко к коже, но на улице это не так, он очень шлейфовый, он супер стойкий, просто супер стойкий, то есть вот, знаете, на уровне там на коже, сутки и выше, просто на коже, даже если вы моете руки, вот по крайней мере на мне, на моей коже, он держится именно так, я могу сказать, что для меня материал, это супер сдержанный аромат кожи, вот, и я уже говорила, я тоже снимала на него обзор, что вот этот аромат, это для меня в духе старого амуажа, потому что амуаж выпустили новый аромат, и коллекцию ренессанса, все очень ругали, там закидали помидорами, сказали, что вы нам вообще такое даете, это все какой-то бред, это не глубоко, это не интересно, и вот этот аромат, как будто возвращает меня к старому амуаж, великолепный, классический, элегантный, вот он как раз, для всяческих выходов, и так далее, почули, кстати, здесь в верхних нотах, вот, ну вообще, как они сами об этом говорят, что это ода абсолюту ванили, вот как раз ванилину, да, ванили, тот самый вот абсолют ванили, с горечью, который вот переходит от сладости, к горечи тут же, и вот вы чувствуете, какой-то маслянистости, вы все это чувствуете, плюс здесь огромное количество драгоценнейших материалов, здесь и ладан, лабданум, альбанум, это все очень вкусное, ут, гваяк, вот я уже сказала, что да, абсолют, ванили, бобы тонко, то есть это все здесь очень вкусно, то есть это такой очень яркий, смолистый профиль, у аромата, прям чувствуете, вот как он как будто бы растекается, с оттенком пряностей, с оттенком каких-то сухофруктов, пропитанных немного в алкоголе, здесь не заявлен никакой алкоголь, но просто за счет теплоты, глубины это ощущается, я могу сказать, что вот этот аромат нельзя ни в коем случае назвать ни грубым, ни бургарным, ни каким-то еще, это зрелая, изысканная элегантность, это вот прям хочется расправить плечи, как-то выпрямить спину, я прям это уже автоматически делаю, я чувствую, становишься выше ростом, вот это аромат для тех, кто хочет подчеркнуть какой-то элегантный образ, дополнить его, создать его возможно, да, и вот этот аромат он для этого, я могу сказать, что он направлен на вечерний, для меня лично, скорее, но опять же, по вашим предпочтениям, носить можно когда хотите, летом он точно подойдет только на вечер, потому что он достаточно громкий, он заявляет о себе, все равно, но на коже, он садится через какое-то время близко к коже, не так шлифит, поэтому вот только обнимая вас, человек может войти вот в это какое-то ароматное пространство, которое сложилось вокруг вас. Следующий аромат, который входит в мой топ-5, это рехэп от Энисио, я уже про него тоже очень часто говорю, у меня с ним очень интересные отношения, один день я к нему подхожу, я его обожаю, он им безумно нравится, мне хочется им просто обливаться, на следующий день я подхожу и думаю, что я в нем нашла, что в нем интересного, он такой странный, это древесный фужер, аромат выпущу в 2018 году, я уже не могу сказать, что относительно новый, но все же не так много ему лет, он стал очень популярен, это коллекция Гедонист, которая как раз говорит о том, что, в общем, которая провозглашает некое такое удовольствие смыслом жизни, о том, что в общем-то расслабьтесь, восстановитесь, и они говорят о том, что это пряный аромат лесной свежести, если честно, я не могу сказать, что я слышу здесь лесную свежесть, для меня это однозначно лаванда, но с чем-то вот таким очень вкусным, здесь заявлен бергамот, я ощущаю это, то есть это цитрус с лавандой, но вот именно очень-очень сладкий бергамот, вообще не похоже там на апельсины, то есть это, но это и не чай с бергамотом, вот здесь вот важно не перепутать, здесь именно ощущается вот эта цитрусовость вместе с лавандой, какая-то пряность, сладость тут же, от леса, тут есть, я думаю, кедр, гвояк, то есть вот это вот ощущаются, какие-то деревяшки, и я не могу разложить этот аромат по нотам, то есть для меня нет никаких фаз раскрытия в нем, то есть, скажем так, нет того, что я там слышу 10 секунд, то-то потом тот, и он переливается однозначно, он переливается единым аккордом, то есть знаете, как вот, нет такого, что там, не знаю, сначала только роза, потом только это, здесь все одновременно, но при этом вот как-то, так вот в очень интересном для меня лично, он сочетании, по стойкости он прекрасен, он держится сутками, вот если на одежде, на волосах он тоже держаться может около суток просто, вот я иногда как вуаль, на коже он держится, ну, больше 12 часов, я думаю, этого вполне достаточно, даже для того, чтобы не обновлять аромат, опять же, у него достаточно короткий шлейф, что вот мне в нем нравится, например, очень, я люблю такие ароматы, поэтому я считаю, что носить его можно практически куда угодно, но он все-таки не деловой, он просто вообще на другое направлен, да, у него и направленность другая, и настроение другое, вот вам не очень захочется идти работать с этим ароматом, вот для того, чтобы погулять, где-то поужинать, и я уже о нем, когда рассказывала, самый первый раз, когда он появился, я говорила о том, что вот для меня это очень, 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 вот несмотря на то, что его там назвали пряным ароматом лесной свежести, он супер сексуальный, я вам вообще могу сказать, что это вообще вот, ну, как бы, нет, наверное, такой категории аромата для секса, но если бы была, это был бы он, это точно потому, что вот что-то в нем такое есть, вообще не могу сказать, что, это надо пробовать, так как аромат такой очень, очень по-разному себя ведет, я бы вам советовала потестить его, посмотреть, как он на вас раскрывается, но точно дайте ему несколько шансов, совершите к нему несколько подходов, и только тогда вот вы почувствуете его настоящую суть, истинную, и я уверена, что он вас порадует. И аромат, который завершает пятерку, я бы сказала, что, ну, вот если вы посмотрите на все ароматы, про которые я вам рассказала, они явно не цветочные, я бы даже сказала, что они подчеркнуто не цветочные, я уже говорила о том, что я люблю, вот цвет моих ароматов, он вот такого, и еще более глубокий, это коньячный аромат, и с деревяшками, табачного направления, вот такое. Но я обожаю Мезон Франциско Рукджан, я уже говорила, что для меня все их ароматы, они великолепные, великолепные, практически каждый можно брать и вот ставить на пьедестал, для меня лично. И это вообще, я могу сказать, наверное, единственный аромат в моей коллекции цветочной направленности, который я ношу, с огромным удовольствием ношу, периодически, знаете, когда, когда мне не хочется надевать больше ничего, хочется какой-то легкости, хочется побыть с девочкой, ну, такое может быть слегка, я бы не сказала, что романтично, это другое что-то, это такой, девочка, но при этом элегантность, знаете, потому что аромат, это зеленая роза, это именно стебель розы, вот роза свежесрезанная, только срезали, вы слышите сок, вот этот, я думаю, что его передали, верхние ноты, цитрусовый, бергамот, мандарин, апельсин, но переданные сладости, зелень, здесь есть дамасская роза, роза сантифолия, цветочные ноты, в базе здесь деревяшки, я слышу все и сразу, опять же, для меня это зеленая роза, очень сочная, очень зеленая, немного колкая даже, такая вот, если по лепесткам, то вот очень розовая, да, и это, вот когда хочется какой-то женственности добавить, я вот могу сказать, что есть такие девичьи ароматы, рюшечки, цветочки, вот я не люблю все такое, я очень часто об этом говорю, это не мое, вот этот аромат очень элегантный, и такой вот он, если вот эта изысканная элегантность, знаете, что-то такое вот прям роскошное, то вот эта элегантность, она вот, ну, просто, просто элегантность, какой-то костюм, который даже можно надеять с кроссовками, при этом нанести этот аромат, вы будете чувствовать себя великолепно, просто на миллион процентов, у них, кстати, вышел вот этот аромат мужской версии, хотя я не могу сказать, что этот какой-то очень женский, просто зеленый, классный аромат, у него есть определенная такая, для кого-то прелесть, для кого-то нет, у него стойкость примерно около 6 часов, то есть это не слишком много, это не слишком мало, то есть если вы нанесете утром, то днем он уже практически не будет ощущаться, то есть либо его нужно будет обновлять, либо вот он в итоге как-то сходит на нет, по мне это классно, я такое люблю, для кого-то это будет минусом, учитывая цену аромата, поэтому опять же попробуйте, поносите, насколько это для вас вообще интересно, но если вы любите зеленый аромат, или может быть немного с такими цветочными нотами, то вот этот очень понравится, вот его, кстати, носить, вот мне кажется, знаете, это аромат утра, морозного утра, немного такого прохладного весеннего, я бы сказала, не совсем морозного, где-то за городом, и вот вся роса какая-то, которая вот выпала там за ночь, у нее ощущаете, слышите, вот где-то рядом розарий, вот это моя картинка, может быть, поэтому я люблю этот аромат, но то, что он изыскан, элегантно, прекрасно сделан, звучит элегантно, роскошно, классно, в общем, все-все-все эпитеты, все, что можно к нему применить, это про него, поэтому если не любите тяжелый, да, потому что это все-таки такие более, я бы сказала, осенние ароматы, то вот этот он, круглогодичной направленности, его можно носить когда угодно. Итак, друзья, я вам записала ролик, который уже давно просили, про пять моих любимых ароматов, раскрыла вообще вам самый большой свой секрет, чем я пользуюсь, потому что это, наверное, самый частый вопрос, который мне задают, чем же я пользуюсь, что я ношу сама, вот я рассказала пятерку, это правда мои фавориты, то есть ароматов, которые мне нравятся, безусловно, их больше, их огромное количество, но те ароматы, которые точно всегда я ношу и которые я люблю, это они, поделитесь, пожалуйста, вашими комментариями, конечно, они для меня будут дико ценными, потому что мне интересно, разделяете ли вы мое мнение, или наоборот, вам эти ароматы не нравятся, может быть, вот с какими-то вы еще не успели познакомиться. На нашем сайте aromacode.ru вы можете заказать пробную версию любого аромата, про который я вам сегодня рассказала, поносить, понять, насколько наши с вами вкусы совпадают, я очень жду ваших комментариев, увидимся в следующих выпусках. Спасибо.